Очень важно, чтобы все предметы церковного искусства, представленные в храмах, были действительно пронизаны духом православия и отличались высоким художественным мастерством. В художественной галереи Одесского святоархангела Михайловского женского монастыря проходит выставка «Зримое искусство веры», на которой представлены работы преподавателей и учащихся молодого иконописного отделения Одесской духовной семинарии. В экспозицию вошли гобелены, иконы, графика и фрагменты мозаик. Познакомиться с экспонатами, иллюстрирующими различные виды церковного искусства, могут все желающие выставку продлиться до 16 октября. Выставка «Зримое искусство веры», открывшаяся 4 сентября в художественной галерее в Одесском святоархангела Михайловском женском монастыре, приурочена к дню рождения Одессы, а также к началу нового учебного года. В экспозиции выставки работы учащих и учащихся иконописного отделения Одесской духовной семинарии, территориально расположенного в центре Одессы в Свято-Михайловском женском монастыре. Руководит отделением «Матушка Таисия» или «Эсфирь Наумовна Серпионова», заслуженный художник Украины, кандидат педагогических наук, доцент. «Матушка Таисия является признанным педагогом. Она внесла большой вклад в развитие педагогической мысли, издавая свои учебники, пособия и обучая своих птенцов на строго научной основе тем азам, тем секретам, в частности, иконописного творчества, которые во многом были утрачены за годы советской власти». На выставке «Зримое искусство веры» представлены иконы, графика, церковная мозаика и гобелены. Это работы матушки Таисии Эсфирь Серапионовой, а также учеников, которые обучались у неё иконописи в течение 20 лет в мастерской, затем получили высшее художественное образование. И работы юных учащихся открытого 4 года назад иконописного отделения духовной семинарии, которых, в свою очередь, уже обучают ученики матушки Таисии. Она шутит. На выставке представлены бабушка с детьми и внуками. А на вопрос, каким должен быть современный иконописец, отвечает. Для творчества ему много что нужно. «Обычно говорят о усердии, внимании. Потому что оно, в общем, нужно, много всего нужно. Потому что нужно не только понимать, но и чувствовать богословие. Потому что икона – это богословие в красках. Если этого не понимают, рисуют картинки. Но икону даже с полным пониманием нужно сделать не только грамотно, но и художественно». Для того, чтобы подготовить грамотных и духовно настроенных художников для церкви, работающих в различных жанрах, необходимых для создания благолепия храмов, треугодичное обучение иконописи в семинарии продлили. С прошлого года учащийся еще один семестр постигают каноны стенной росписи и мозаики. «Мы представляем такой проект, где представлены работы студентов и преподавателей иконописного отделения Одесской духовной семинарии. В частности, и не так давно основанного по благословению нашего владыки, митрополита Гафангела, мозаичного класса. «Самые такие традиционные технологии. Закупаем настоящую смальту и изучаем, в принципе, все рецепты, которые были на протяжении истории церкви. Это касается грунтов, растворов и самого материала набора. Но все это стараемся передавать нашим воспитанникам». «Мы рады представить наши работы на строгий суд одесситов. Я думаю, что все, кто смогут посетить эту выставку, поймут, что православное искусство, церковное искусство может быть масштабным, очень глубоким и, безусловно, прекрасным». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!